Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки Ниндзи Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Зайдем наверное сразу в магазин, да? Откроем бесплатно, пак. Ничего тут хорошего нам не достанется. Но ничего страшного. Так, забираем здесь награды и переходим сразу на серию испытаний. Быстренько ее пробежим. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Сегодня хочу попробовать добраться до топового места. Ребят, не знаю получится или нет, но будем надеяться. Так, ракзарчик. Раз. И два. Заблокировали, отлично. Что-то выплясываешь, я не понял, а? Сейчас ты мне дотанцуюшься здесь. Ах, вот ты, значит, какой жучара. У него, ребята, срабатывает защита. Так что мы сейчас, наверное, его не сможем, да? Хотя. Еще как сможем. Нашу саги с двойной атакой пробивает всех подряд. Ну что, здесь желательно, наверное, массовую атаку сделать. Чтобы долго тут не сидеть. Так, это труп. Шреддер готов. И крысиный король, я думаю, тоже будет готов. Добили. И здесь тоже добили. Ну что, серия испытательная у нас пройдена. Теперь нам нужно будет поднять уровень и плюс еще искать нужные элементы на Ваньку-стиранка. Забираем. Смотрим. Так. Поднять уровень персонажа. Мутагена у нас всего 10 тысяч. Так, Ванек. Давай прокачивай дальше тебе твою базуку. Значит, нам нужно найти с тобой 7 джойстиков. 7. Ну, начнем здесь. Неудачно. Опять неудачно. Да что ты. Три попытки и все мимо. Мне не нравится это. Так, один джойстик нашли. Второй. Только лишь два, что ли? Блин, геймпад. Короче, не судьба. Жесть какая-то. Еще 5 джойстиков нам нужно было найти. Но мы уже выполнили с тобой задание. Поэтому забираем. Награду. Так, вот поднять уровень персонажа. Идем вниз. Так, у нас Донателло ролевой. Погнали. Все, два уровня всего лишь подняли. 52-м он становится. Забираем здесь награды. И, друзья мои, прямиком на арену. Хотя, подожди. Мы можем с тобой зайти в магазин. Хочешь, что глянуть. Так, здесь ничего нам не светит. Здесь, соответственно, покупаем с тобой 3 ДНК на Леонардо Космос. А жетонов у нас 535. Так, секунду. Мы же с тобой копим на Роквелла. На Роквелла. Поэтому рано нам еще тут транжирится. Ну что, турнирная арена. Ребята, Лига Мастеров. Ранг у меня 66-й. 9 откатов. Но это я еще рекламу не смотрел. Так, 16-22. Я так понимаю, это максимальный предел, который мне сейчас доступен. Ну что ж, поехали. Беру Армагона. И вместе с ним... Слушай, 66 уровень. Тут надо быть аккуратным. Потому что Армагоша может и сфилиться. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому надо с ним брать таких персонажей, которые хотя бы удар или два смогут выдержать. Не упавший. Конечно, я молодец. Взял Монда Гека. Самого сильного персонажа, которого только мог найти. Но здесь, слава богу, нам Армагон помогает. То есть он не дает шансу врагам. Даже на какую-то несчастную попытку. И мы их разбираем. Так, и переходим с тобой на 54-е место. 54-е место. Так, наверное... Давай-ка обновим. И возьмем с тобой, наверное, вот эти вот. 17-23. То, что нужно. Эх, тратить откат не хотелось бы. Ребят, но здесь нам уже без поддержки делать нечего. Поэтому беру Ваньку. Блин, 73-й уровень. А что так они рванули-то быстро? Скажи-ка мне на милость. Был 68-й. Бац, сразу же 73-й. Армагоша здесь, естественно, всех не завалит. Ну, добрую половину вальнул. Так, этот у нас что делает? Усиление. Ванюша, ты будешь ходить сегодня или нет? Кому-то, по-моему, крышка. Да, ребят. Ваня, как всегда, обделался, блин. В очередной раз, блин. Ну, кто знал, что у него инициативы не хватит? Что этот Шреддер, он все-таки сходит быстрее. Это, ребят, не моя вина. Это вина Майки. Который даже ничего не смог сделать. Даже не смог простоять. Просто сдался под Шреддером. Прогнулся. Тьфу на него. Так, ладно. Аж шутки в сторону, ребят. Тут уже действительно сложные пошли бои. И нам нужно как-то отбиваться. Смотри, сейчас, кстати, опять 68 уровни. Почему они такие делают скачки? М? Скажи, кого ты мне навелся. 73-74 и тут опять 68-69. А знаешь, почему? Потому что мы с тобой проиграли в прошлом бою. И они решили, сказали, салабон ты еще для нас. На тебе, пониженных ребятулик. Дерись с ними. Вот типа того. Такая вот у них школа подхода. Ну, не знаю, не знаю. Что-то я сегодня посигнулся, да? Как говорится, на высшие. И сейчас сижу и думаю, если тратить по два отката, хватит у нас силенок-то пробиться в топовое место. Причем мы еще с тобой даже не добрались до Лиги Сионов 3 звезды. А там еще потом надо скакать фиг знает сколько. Боев 15 надо сделать. А 15 поединков умножаем на 2. Это нужно нам 30 откатов. Что-то дофига. Что-то слишком, ребята, много. Хотя у нас с тобой еще есть время, да? Пятница, суббота, воскресенье. Еще 3 дня. Понедельник уже не берем в расчет, потому что, друзья мои, в понедельник я буду работать. И с утра. То есть буста у нас понедельничного не будет. К сожалению. Блин, мы еще даже в Лиге Мастеров 2 звезды не торчим. А я уже каких-то там топчика говорю. И не особо нас сюда продвигают, кстати. Вот что я заметил. Так, давай Шреддер возьмем, наверное. Ну вот, откаты пошли, ребята, таять. Прямо на глазах. С этими двумя бойцами можно брать в команду любых простачков. И, в принципе, за это не волноваться, что они погибнут. Потому что Армагон и Супер Шреддер, ну, не дадут здесь вообще никому шанса даже пикнуть. Это я тебе точно говорю. 100%. Никто здесь не выживет. Причем у нас у них именно инициатива очень большая. Тут идет как бы подстраховка. Если Супер Шреддер ходит первым, у него есть возможность повесить постепенный урон. Если такой вредный герой, как Майки, захочет выпендриться, естественно, он погибает от постепенки. Главное, чтобы он Супер Шреддер повесил на него этот дебаф. Так, ну что, давай посмотрим дальше. 16, о, 17, 23. Отлично. Так, подожди, не берем мы с тобой усаги. Начнем опять же вот с этих. Отыгрывать будем наших слаймиких бойцов. У нас осталось три отката. То есть еще на один бой я, конечно, могу купить десяточек, да, плюс еще десяточек за рекламу. И тогда, может быть, нам хватит с тобой добраться до топчика сегодня. Скорее всего, так и придется делать. Ну, опять же, мы с тобой заберемся в туповое место, и нам опять, ребята, будет понижение. Буквально завтра вот ты зайдешь и будешь уже в Лиге Мастеров Две Звезды, с чем я нас, кстати, поздравляю. Ну, а пока деремся как есть. Вот тут вот, например, слабенькие бойцы, но все равно не стоит, ребята, рисковать. Можно было бы, конечно, взять одного Армагона. Но тут Крис Брэдфорд, который может своим проникающим ударом... Подожди. Хотя, да, все нормально. Я думал, что у нас там есть еще кто-то послабее. Слабее нет. Это самые слабые. Ну что, давай проверим, как сейчас Армагон звездонет. А, не Армагон. Первым ходит Супер Шредер. Ну, тут уже понятное дело, да? Естественно, Армагон всех уничтожит. Ну, а теперь, я так понимаю, мне все-таки придется смотреть видосики. Именно за наши, ребята, откаты. 85-я позиция всего лишь. Так, нам нужно идти в магазин. Энергия. И вот они, наши билетики. Так, ну что, друзья мои. 21 откатик у меня есть. 21. Ну, я думаю, что нам хватит дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Плюс взять где-то 50 место. Но топчик вряд ли. Хотя, кто его знает. Все зависит от того, как мы с тобой будем двигаться. Если у нас получится типа бустая, очень быстрая. То, возможно, возьмем. Если мы будем плестись, как черепахи, конечно же, нам этого не светит. Так, что у нас тут? Это у нас анимуталити. Да? Слэш тут, я смотрю. Роквелл был. Пит. Надь вам. Охламон несчастный. Так, двигаемся дальше. Смотрим, какое место мы с тобой займем. Сейчас, пока мы в самом хвосте находимся. Так, с 89 места мы перемещаемся на 73. 17.23. Самое то, что нужно. Подходящее для нас. Ну, и отыграть, конечно же, всех сегодня тоже навряд ли у нас получится. Ну, будем стараться драться, как говорится, до последнего. И сегодня пойдем на фарм. Попробуем все-таки с тобой еще добыть немножечко роквелов, питов, кожеголовых и тому подобное. Потому что сыр у нас есть, а проходить нам с тобой нечего. Поэтому, естественно, будем туда сливать все. Тинь-тинь-тинь-тинь. Мне нравится, как здесь Рафаэль танцует. Такой прикольный. Он даже не похож на злобного, да? Он обычно такой весь агрессивный. А тут на расслабончике станцевал. 64-я позиция. Нормуль. Блин, откаты просто на глазах тают. Просто тают на глазах. Ну, а что ты хочешь вот так вот по два тратить? Естественно, не будут таять. Раз, два, три. Поехали. 75-й уровень противников. Кстати, вот так вот, между прочим, если попадется в команде какой-нибудь шустрый малый, да? Например, 75-го уровня. Типа Хана. То здесь даже мой супершредер, по-моему, не успеет его опередить. Потому что он может ударить вот по нашим вот этим вот слабым бойцам. И, естественно, наказать. Так что надо быть всегда на чеку. Давай, 50-е место. Опа, 52-е. Ну, неплохо, я считаю. Вот, 17-24. Шикарно. Армагон. Давай-ка мы с тобой возьмем, наверное... А, нет, нет, нет. Я думал, сейчас кого-нибудь другого взять. А потом прикинул так. Уровни у них повышенные. И Армагон, слава богу, хоть первый у нас по инициативе. А если бы я взял, например, Леонардо или Усаги, то, возможно, были бы плохие последствия. Так что лучше пока не менять. Хватит этих рисков у нас. Итак, сегодня одного бойца уже потеряли. Опачки. Упал. Ну и валунчиком. Хотел ракетами бомбануть, а потом подумал, а если опять какая-нибудь промашка будет. И все-таки сделал валуном. Идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим, какое место. Я думаю, где-то сороковое. Сороковое. То есть мы с тобой ровно десять ступенек пролетаем. Получается, тратим... Так, четыре поединка на два. Это восемь. Это восемь откатов. Так, они начинают мне подлянки делать. Смотри, во. Только хотел... Повозмущаться. И сразу же мне дали 17-24. То есть это высшее, что здесь может быть. 17-24. Погнали. Тут, значит, сплинтерок. Баксер, Стокман. Опять же, Дони. Две штуки. Ну и сам Рафаэль. Так. На всех постепенка висит. Абсолютно всех. Но Армагон ждать и терпеть не будет. Естественно, он всех уничтожает. Как-то так. Значит, у нас была 50-я позиция, да? А, 40-я. Становится 30-я. 28-я. О, так даже лучше. Ну что, возьмем вот эту вот команду. Раз. И два. Поехали. Мне такое ощущение, ребята, что вот когда вот мы видим с вами никнеймы, да? Обычные. Стандартные. Ботовские. Такое ощущение, как будто я не подписан, не подключен к Фейсбуку. Хотя, на самом деле, все подключено у меня. Ну, у всех вроде бы, как говорят, нормально. У меня что ли у одного такая фигня? А раньше было просто, ну, как бы тебе сказать, пускай даже и боты играли. Но ты мог посмотреть на аватарочку, да? И на нормальный никнейм. А тут, извините, все стандартно. Как будто мы находимся в глуши какой-то. Так, ладно. Давай с тобой... Вот, 17-24. Вот, смотри, Хан, ты видишь? Это, ребята, опасно. Поэтому возьму я сюда, на всех случаях, Бакстера. Возьмем, наверное, с тобой так и вот так. Хан. Он, естественно, у него очень большая инициатива. Сейчас посмотрим, будет он ходить первым или нет. Ну-ка. О! А, нет, все равно мы первым ходим, е-мое. Слушай, я что-то думал, что Хан будет пошустрее. Нет? Тогда получается, что кроме Микеланджело здесь шустриков не остается, да? Все-таки наш супер-шаредр его опережает. Ну что, давайте мне уже Лигу Мастеров 3 звезды. У меня откаты уже кончаются. Там осталось всего 7 штук. Это буквально на 3 поединка. И все. А 3 поединка здесь, ну, ровным счетом ничего не решат. Так, а мы подожди, мы все... Ага, всех. Тут еще, вон, сколько персонажей позади. Нет, ну, можно, конечно, еще взять откаты. 250 долларов стоит 10 штук. Но нам лучше сделать с тобой потерпеть маленько, да? И завтра все равно будет у нас новое событие открыто. Потому что в пятницу открывается платье новое испытание, да? И еще там рядышком золотое. Мы пойдем на них и, соответственно, будем все равно в любом случае проходить арену. Так, Лига Мастеров 3 звезды. Друзья мои, поздравляю нас. Перешли. Мы все-таки эту границу, грань небывалую. Так, и так. Да, как раз у нас с тобой остается на один поединок. Но мы можем с тобой сделать хитро. Например, если я возьму одного топчика, а вместе с ним, например, Рафаэль, ну, вот, самых сильных, которые у меня есть, бойцы, и вместе с ними попробовать подраться. Сейчас проверим, прокатит ли такое дело. Еще один поединок у нас будет с тобой фуловый, да? То есть, естественно, Армагон с Супер Шреддер. И там слабачки. А вот последний поединок мы сделаем с тобой, наверное, возьмем Армагона, туда приплюсуем Рафаэля, ну, и всех остальных, кто у нас там не отработал еще. Сейчас попробуем. Кто у нас там? Вот, Майки, Дони, Зэк. Мне будет интересно посмотреть на эту всю возню. Ну, а здесь я возьму, наверное, слабачков. Раз, два, три. Надеюсь, Супер Шреддер и Армагон, естественно, меня здесь не подведут. Поехали, смотрим. Ну да, в принципе, все великолепно. Армагон их сможет добить. А если бы даже и не добил, мне кажется, что постепенный урон их всех бы наказал. Скорее всего, наверняка. Так, ну что, мы с тобой двигаемся. У нас последний, ребят, откат. Последний. И вот именно его я хочу сейчас отыграть. Отыгрывать мы будем его через Армагоны. Возьмем, например, вот эту команду. Берем. Слушай, подожди, а может быть нам взять... Так, Супер Шреддер. Ты видишь, у него мало массовых атак, ребят. У него всего одна. У Армагона их две. А я все-таки рискну. Я, друзья мои, все-таки рискну. Хочу посмотреть, получится у нас или нет. Поехали. Сейчас будет весело, конечно. Ну что, Супер Шреддер. А, майки. Ну ладно. Тогда, естественно, уклонение делаем. Дальше. Смотрим. В принципе, очень-очень хорошо, ребят. Постепенно урон висит на всех. Пробуем делать так. Оу, щет. Но он не пробьет ведь, так? Не пробил. Теперь сделаем вот так, через апперкот. Минус. Да, все, ребят, тут победа. Отлично просто. Был небольшой риск, но ты видишь, он все-таки оправдался. Мы смогли здесь победить. Да, конечно, 50-го места мы с тобой не получили, но 54-го тоже неплохо. Так, теперь мы идем с тобой куда? Мы идем с тобой сюда, на испытания. Вот, ребята, завтра у нас откроется Черепощая Буря и Клан Фуд. А сейчас фарм. Пытаемся достать вот этих героев. Поехали. Маяк. Специально, да? О, слэш. Две дынки. Осколки. Так, сколько у нас там остается? Три попытки. Ай-яй-яй-яй-яй. Как некрасиво. Как некрасиво поступает со мной игра, друзья мои. Ну, а ты посмотри, а. Они дали мне только лишь одного слэша, и все. Хотя тут, смотри, сколько шансов. А я все здесь поучил, что мне не нужно, кроме вот этого. Молодцы. Знает, как подбодрить игрушечка, да? Ну что, ребята. На этом, пожалуй, мы сегодня будем закругляться. Увидимся уже завтра и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Носим панцирь, как рубашки. Юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы короли, срываем овации. Непобедимы мы круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. И с тени на свет с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас. Он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер-принтер обучил их всякую умению драться, Чтобы быть командой, зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Носим панцирь, как рубашки. Ёмные таланты.